Как что-то вот такое простое может привести вот к такому? Быть полезным для зрителей, таких же, как и вы, затем превратиться вот в это и гарантированно принести больше просмотров и подписчиков каналу. Есть только... Один способ узнать. Поехали! Как всегда, нажмите на лого вашего канала в правом верхнем углу на большинстве экранов и перейдите в творческую студию YouTube. На панели управления каналом нажмите на вкладку «Видео», а затем в этом списке кликните на иконку «Редактировать рядом с тем видео», в котором вы хотите сделать главы. Видеоглавы, по сути своей, это таймкоды, которые вы размещаете в описании к вашему видео, но ключевая разница в том, что вы должны включить таймкод на 0 минут и 0 секунд, как это сейчас показано на экране. Кстати, если вы хотите узнать что-то конкретно про таймкоды, у нас есть полная инструкция вот здесь. Заслуживает вашего внимания. Как только вы создали ваш первый таймкод 0, остальные вы можете расставлять так, как вам нравится. Задумайтесь о истории вашего видео и разделите ее логичным образом, и не забудьте сохраниться. На момент съемки этого видео пользователь на своем экране увидит небольшие пробелы на таймлайне, которые и будут обозначать главы. Название главы, которая сейчас играет, будет отображаться справа от отчета времени видео. Как и раньше, вы можете нажать на таймкод в описании и перейти к началу главы, и это же отобразится на таймлайне. Промежуток главы немного увеличится, чтобы его было видно. Что касается мобильного приложения YouTube, вы можете нажать и промотать таймлайн, чтобы увидеть все названия глав, или также нажать таймкод в описании к видео. Всем привет, я Роб, добро пожаловать на VidaIQ инструмент, каналы Академия, которые учат вас на вашем пути покорения YouTube. Чтобы не пропустить самые актуальные YouTube советы и трюки, не забудьте подписаться на наш канал и сделать вот так, чтобы получать уведомления о наших новинках. Еще пару моментов, которые я хотел добавить по поводу видеоглав. На время съемки этого видео, эта функция еще не доступна на iOS, но мне сказали, что скоро это исправится на всех устройствах Apple. А еще, и это прямое обращение к YouTube, кажется, нет отдельной кнопки, чтобы пропустить главу, поэтому YouTube, если можете, добавьте, пожалуйста. А если это уже случилось, я напишу об этом в описании к видео. Еще одна интересная деталь для ютуберов, главы теоретически могут сократить время просмотра ваших видео. Если вы говорите людям, куда конкретно им стоит перемотать, чтобы получить ответ на их вопрос, то, скорее всего, они просто перестанут смотреть ваше видео после этого. Конечно, в реальности это, скорее всего, будет иметь незначительный эффект на ваше время просмотра, но просто имейте в виду. Если же вы сильно переживаете за время просмотра ваших видео на вашем канале, вы можете упустить огромную пользу, которую вы принесете вашей аудитории. Помните? Те самые настоящие люди, которые смотрят ваш контент. Если ваше видео длится 20 минут, возможно, вашему зрителю реально нужен лишь маленький кусочек, который им полезен. И чем быстрее они найдут эту пользу, тем больше они будут вам доверять как создателю контента, что может привести к новому подписчику, большему количеству просмотров и большему времени просмотра в перспективе. Тайм-коды также дают вам большие огласки вне YouTube. В поиске Google ваши видео станут выглядеть вот так, что будет гораздо заметнее на экране. Хотя мы не можем доказать связь между тайм-кодами и отрывками видео. Но с тех пор, как мы начали использовать тайм-коды, мы заметили, что больше отдельных отрывков наших видео появляются в поиске Google. Тайм-коды уже давно введены на YouTube, и их довольно просто установить. Среди ютюберов уже какой-то перебор в их использовании. И аудитория в итоге не получает от этого пользу. Появление видеоглав всё меняет и улучшает эту функцию. А вы можете выиграть от этого, если начнёте использовать их прямо сейчас. Чтобы увидеть больше подобных инструкций для новичков, зацените наш плейлист вот здесь. Как всегда, спасибо за просмотр и хорошего вам ютюберского дня.